А куда проблемы этого? Нет, ну вот мы увидели, что на самом деле национальность это колоссальный фактор, который гораздо сильнее политэкономических, так сказать, факторов. И который на уровне инстинкта кронится в чиновнике. Разумом человек может понимать... Ребята, потом споспорить, дадим вам комнату. Деньга. А вы, пожалуйста, потом споспорить. Два кокуса и два пистолета с одним патроном. Ну, значит, я хочу сосредоточить ваше внимание, что политэкономический, мартизский подход в национальных отношениях не работает. Умовцы понимали, что гораздо лучше жить в Советском Союзе, в единой могучей стране. Но когда включились национальные эмоции, национальные инстинкты, от этих разумных доводов только щепки полетели. Ничего не осталось. Если в Египте победит мусульманская республика исламская, это изменит всю карту мира. К чертову метру, представьте меня за непарламентское выражение, полетит вся нынешняя политическая система. Потому что сразу обострится вопрос с Пакистаном. Сразу возникнет, так сказать, объединяющий, консолидирующий лидер арабского мира. Сегодня Запад консолидирован. Есть НАТО, есть ЕС, есть признанный лидер США. Мусульманский Восток показательно раздроблен. И Запад к этому приложил очень много усилий. Если в Египте возникнет Исламская республика, сразу начнется мощная консолидация. Это как в перенасыщенном растворе вокруг кристалла возникнет процесс такой. С Западом и с Востоком, это будет вопрос жизни и смерти. С 1995 года, я говорю, что наше место рядом с Востоком, Западом мы никогда ничего хорошего не видели и не дождемся. И это тоже нужно понимать. Кто у нас сегодня будет выговорить наверху палестинской государственности, причем со столицей в Восточном Иерусалиме. Я должен подчеркнуть, это момент принципиальный. Думаю, что ему этого наша либеральная публика не простит, конечно, такого высказывания. Никак не простит, да, Ариша Павлович, не простит. Но, по-другому, слова были сказаны. Это правы слова, хорошие слова. Но, так или иначе, я думаю, что... У нас и наши спецслужбы, и правоохранительные органы, ну и вообще вот в обществе масса болезней, которые привели к тому, что у нас сейчас, само собой разумеющиеся, могут захватывать и больницы, и об этом как-то взрывают, и об этом уже рассуждают, как будто, ну вот, да, вот, как нормальное явление. Хотя...